всем здарова ребятки меня зовут павел это очередная серия выживания в медиа у дайности и прежде чем мы начнем хочу отдельную благодарность выразить парочки человека именно night stranger богатырь максим говоров и music of the herd надеюсь правильно произнес большое спасибо вам ребятки за фидбэк за полезные советы по выживанию за ваши мини-гайды в личных сообщениях и в комментариях на ютубе все это очень полезно и продвигает наше прохождение вперед по правильной так сказать стратегии на сегодня план такой немножечко упоримся в декор а ну-ка бублик только из тебя слезу включу инвентарь то есть интерфейс вот на упоримся немножечко с вами в декорирование вот хочу тропинку начать основную делать для чего для того чтобы у нас сейчас зима четвертый день всего в сезоне 7 у меня хотелось бы разметить центральную дорогу чтобы впоследствии вот как-то напротив этих домов сделать еще ряд жилых зданий и или может быть вот здесь их разместить очистить эту местность от деревьев и выстроить 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 выставить поля наши первые чтобы засеять их следующей весной получается прошу прощение я не выключил звук на телефоне во время записи вот лиходей так как мы будем ой мне пора искупаться ну там вода ж холодная не хочу зима же температура то минусовая не хочу купаться ну судя по всему придется а я же даже не построил где тут у нас лохань чё нам шесть досок надо на нее не хочу пока давайте быстренько искупнемся ваш колокольный звон этот услышал у себя в голове возьмем дорогу и центральный вход у нас будет как и планировал где-то между этими двумя деревьями и вот откуда-нибудь вот так вот отсюда и пойдем и тут у нас ямка эх давайте как-то 1 2 вот так 3 4 5 6 7 получилось у меня сделать круг вокруг ямки ну более-менее и раз вот так вот блин как бы его вот так дорожка наша пойдет дальше прямо вот до сих пор вот так далее нам нужно разместить кто-нибудь что-нибудь какой-нибудь заборчик раз ай я ж так не выровняю да а нет почему выровняю вот так и и и и и и и и сколько здесь шагов сделал вот примерно айту тут не круг тут овал получился ну и неплохо давайте вот так вот выбираем дорогу и кольцевая у нас вот таким вот чудесным образом пойдет так и отсюда где-то ближайшая . ну какой-никакой получился круг правда он как-то не из центра у нас тропинка идет нужно немножечко укоротить до что-то более-менее круглая я хотел изобразить и вроде как бы плюс минус получилось теперь сносим заборчики из плетения первая разметочка у нас готова я хочу еще если конечно получится если это реализуемо чтобы вот вот она по кругу у нас тропиночка идет я хочу на каждую сторону света север юг запад восток разместить какие-нибудь сады но не смысле не сады а там кусты деревья яблоки там мне кажется это должно выглядеть более менее красиво и отсюда у нас дорога сразу пойдет на жилую зону где-то от центра это центр ну почти почти она вот так вот ровненькой дорожкой должна пройти и вот тут вот где-то кончится первая такая у нас не газистая разметочка я думаю что на этапе уже плотного декорирования все это будет немножко видоизменяться там корректироваться влево вправо пока что основной этап на разметим вот сюда и от этой тропинке может и здесь кольцо сделать пошире да почему бы нет да чтобы мы вот так вот ходим если нам нужно своему дому почти по диагонали идем и если нам нужно в конюшне мы тоже вот таким вот путем где-то обрядем с вами раз два три у нас вот где-то вот так идет как бы так вроде бы что-то округлое хочется изобразить но получилось так себе ну как получилось так получилось дальше туда дорогу пока строить не буду потому что еще слабо себе представляю как у нас там все с заборами будет выглядеть и какие у нас там еще загоны будут потому что однозначно там нужен еще один жилой дом как минимум два три человека нам понадобится на вот эту вот штуку где у нас тут сельхоз постройки во первых свинарник в первую очередь естественно потому что удобрение хочу поставить на поток для посевов и и и и и конюшня естественно вот коровник это уже ну уже два дома на двух кормильцев а хотя нет подождите я ошибся свинарник это один рабочий и второй рабочий это коровник да а дальше там уже посмотрим я пока что себе слабо представляю как по там все будет выглядеть поэтому дорожку туда строить не будем и к своему дому естественно как-нибудь вот так вот я думаю к житнице я расположу дорогу основная эта дорога будет к колодцу вот так и от нее ответвление будет к житнице да так же поскольку я здесь часто и буду гость мне от своего дома нужно проложить тропиночку сначала я должен буду выйти из двора из своего и как-то вот так пойду ну что то такое я изобразил а между домом и житницей как я буду ходить а я и не знаю ну ладно это ничего страшного далее знаете что хочу разметить вот внутренний двор себе сделаю а гаражу заборчиком вот это все большой свой дом когда сюда мы жену еще заманим и вот напротив этих домов тоже три в ряд будет жилых дома здесь вот склад и мастерские зоны как-нибудь продумаю вот так вот круг в небольшой их размещу возможно даже здесь здание будут таким кольцом плотным вот дорожки то я разметил это молодец а вот то что мне нужен топор чтобы там все убрать я не предусмотрел как-то поэтому идем на склад смотрим что тут по камню 37 камня неплохо ребята работают что-то там приносят что мне для топора нужно веточек еще чуть-чуть ух перегруз поймал но не беда смастерить топоров штуки 4 давай лишнее из инвентаря долой нам вот столько веток абсолютно точно не надо все равно небольшой перегрузик есть наверное в виде камня ой на досок не хватает пара папа папа бублик где-то есть как он тебя ухты вот это ты даешь конечно дай-ка я тебе скинул немножечко бревен блин сколько ты у тебя еще нормально взять располовинить а чего у меня так дохуя то что у меня всего понакидано в инвентаре начинаю в нем уже путаться потихонечку бревнами запасся и не не предусмотрел этот факт что надо было сразу вот эти все мастерские где-то в этом районе обустраивать так факел прячем открываем инвентарь берем железный топор назначаем на циферку 3 а каменные топоры на циферку 4 берем в руки и начинаем расчищать ну плюс минус то что я хотел видеть мне показалось или там нас телепорт был какой-то плюс минус то что я хотел лишнее мы сюда скидываем бревно раз идем за другим бревном это дело подбираем ложимся спать размечаем первые постройки хотя может быть и пока светло имеет смысл а я не срубил тут может быть пока светло имеет смысл проехаться до магазина как думаете вполне себе неплохая идея ой опять перегруз я проснулся снова еду купаться все лишнее из инвентаря я убрал бревна сложил за домиком все лишние инструменты я сложил просто возле кровати думаю пока что это норма какой я придумал план на этот игровой день для начала мне нужно же охмурить еще жену не соответственно нужно купить подарок мы сейчас с бубликом пойдем а мы можем кстати что-то не подумал сначала сделать эти как совсем целом флаконы а нет не можем потому что мы все это дерево и доски будем копить копить на вот эти все постройки в том числе на дома кстати говоря во вкладке управления и во вкладке добыча шалаш землекопов мы выкрутим камень вообще на максимум а нет мы не выкрутим камень тут на максимум мне эта процентовка устраивает потому что нам в принципе здесь всего понемногу то и нужно да кстати а вы знали что жители качают навыки свои быстрее если добывают особо ценные ресурсы то есть по сравнению вот с лесорубом он будет медленнее качаться если будет добывать ветки и быстрее если будет делать из них доски такая вот история поехали мы куда мы едем мы едем в тутки до ближайших нам деревня тутки и рольница вот в тут как мы были недавно поехали в рольницу там спросим у извозчика кто нынче продает что где меня интересуют подарки в основном по моему у нас наша невеста имеет характер романтик соответственно соответственно ну-ка куда а вот по этой тропинке отпишите может быть имеет смысл вот здесь вот заборчик сделать вот такой треугольный там столики поставить фонари будет лампово прикольно зайки попрыгайки у нас тут их особенно видно зимой только что-то они не меняют мех не на бублик зубра я вам говорю бублик это конечно нечто зачем лошади вам ребята лошади это неинтересно бублик вот это да не нашел я кстати ничего на нексусе из ретекстуру для все дел хотя очень хотелось вроде неплохо нарисованы но как-то скудноватенько скудноватенько о и жители у нас тут новые появились а кто тут у нас а ну-ка бублик так флиберта ли филиберта ты чё у нас те одни двоечки не хочу с тобой разговаривать тоже тоже понятно ничего вас интересного нет здесь есть травник надар который торгует чем не интересный канадар нам сейчас вообще не подходишь ну чё бублик судя по всему придется ехать этому извозчику спрашивать у него что где и как о ну-ка стоп на это чё такое за история снежная снеговик собрать можно собрать а я ветки с него взял а зачем скайбы с ветками стоял странно да снег вокруг чистая он весь такой чумазы и нормально и морковку ведь поставили а чё ведро не поставили деревянное на голову здорово мужик подскажи ко мне где у нас продают специальные экзотические товары в хорнице у нас продают экзотические товары а может быть ты меня туда довезешь за шестьсот шестьдесят монет которых у меня нет до свидания извозчик совершить диалог помпом 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 что мы с вами можем мы с вами можем продать ему кучу ножей но не ему конкретно вот там ребятам поскольку мы интересно можем их продавать то еще видел совет пакел обычный делать и продавать его давайте найдем флаконом альтернативу сейчас и когда уже добавят возможность строить мосты это у нас такая получается немножко разговорная медитативная серия поболтаем побродим порассуждаем так бублик отдыхай я пока зайду где-то у нас тут ой кузница тут вот мастерская верстак создать факел на просто факел нужны две ветки и две кожи цена 40 соответственно с нашим навыком 24 26 обычный факел но тут вообще цена не очень тут деревянные флаконы все по-прежнему помпу рум пум 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 вазы с цветами ох какая цена какая интересная цена нититос мне говорил что их продавать выгоднее но давайте сравним у меня чего а у них у всех одинаково это вне зависимости от цветка но горшки то разные по форме на глиняный горшок три глины надо отчета много не находите три глины я пока наверно не могу да я вот попробую пакел и час сделать мне нужны ветки и кожа и доски так где у нас что из этого лежит с досками конечно не прокатило сейчас придется доски переносить с помощью бублика но это не беда совершенно а на факел у нас все готово бублик ты там так и ставишь как окаянный что с тобой случилось мальчик мой ты чего грустишь а по ну блин было бы классно если бы ты побыстрее как-то двигался да да я знаю конечно 75 килограмм ровно и у меня еще погнали рассе мир будет делать деньги очень много неимоверное количество денег открываем забираем выбрасываем 1090 флаконов вполне себе хороший результат кожа и верстак создаем 110 факелов я конечно понимаю что кожа нам в теории могла бы понадобится для чего-то еще так бублика ты чуть-чуть поближе подойдешь нет не хочешь ветки выкидываем а я бублика оказывается могу оседлать даже будучи перегруженным в нули ну вот такой вот я хитрец поэтому сейчас отправляемся обратно в роль нецу а можно кстати в тупке а можно и сразу и в лестницу или где-то у нас в дэннике давайте вот в дэннику прогуляемся единственное что я не продумал так это то что возвращаясь из дэннике в мы поедем на и воспользуемся услугами извозчика если продавцы там дэннике в браницу это будет мне кажется дорого слишком дорого это все мелочи жизни мы еще с вами столько на этих флаконов монет сделаем у это кто такой важно идет орлан белохвост стоп бублик я перегружен зин а тут топор такой красивый об медный топор взять три бревна тут еще есть раз два три а я могу смастерить прямо на бублике нет брошенные запасы овсяное пиво отлично соленое мясо конечно берем бублик погнали дальше то есть мы сейчас и пивко это сбагрим из бревен мы сделаем копья да из бревен мы сделаем копья возможно тут еще что то есть из базовых ресурсов что мы купим и сразу же сделаем ножи какие-нибудь не знаю там камень так вот он о чем михалыч тут у нас что-то не пахнет тут продавцом который эти продают я перепутал видимо да подарки продают здесь кто-то другой а ну-ка товарищи посторонись это я и мой осел бублик матильда покажи мне пожалуйста свои товары у тебя тут одежда стебель на стоит 35 единиц альнина нить по моему из него и делается то есть грубо говоря здесь потенциально если мы купим за 6 потратим 210 а продадим мы за 30 до неплохо неплохо так забери пожалуйста у меня все деревянные флаконы которые можешь нифига себе у тебя две тысячи четыреста у хорош три косаря уже есть мадам кинга ну-ка говорить флаконы все забирая остаток череп олене я зачем-то взял с собой продавать не буду овсяное пиво пожалуйста соленое мясо пожалуйста have a good day да но подожди мы не прощаемся еще потому что я из бублика сейчас как достану из широких его штанин по 10 факелов то а ну-ка блин ты идешь вот а мне это не на руку сейчас и до следующего дойду кто тут есть вот отлично ты кто дагоберт дагоберт у меня для тебя презент факела буш покажи мне свои товары у тебя всего 1300 эх дагоберт дагоберт но один факел я за 32 могу продать ничего себе мощный сколько ты мне можешь купить их 42 штуки неплохо наварились за одну поездочку уже 4 700 я щас еще пойду ой а что у тебя есть все-таки у него есть стебель на я думаю возьму из него сделаю льняную нить из него сделаю и продам потом льняную нить нафиг они не продам она нам понадобится на факела так мадам инга кинга снова здорово купи у меня факела сколько сможешь до свидания 18 лет уже поваром на работают торгует нифига себе и где тут было швея швея у вас тут было швея где-то ходила бродила я ее точно видел матильда здорово забирай факела сколько можешь а ты нисколько не можешь а нафига я тебя искал а я тебе искал чтобы купить у тебя стебли льна да и вот тебе равноценный обмен ты мне стебель льна я тебе ален сам дороже стоит почему-то а потому что с него еще льняное семя получают видимо да пока так ну чё где у вас тут извозчик с какой стороны стоит бублик ты там не зевай поехали это там идешь нам нужно извозчика здесь найти куда он тут спрятался где найти извозчика у вас вот с той стороны наверное да строго что строгобор ух какой суровый дядька конрад но моего блин у него навыки конечно симпотные смотрите тут троечек сколько но судя по всему ему прям плохо бублик ребенка не за день что ты блин ягамира понятно чё пьешь согреваешься отто отто фон лавка понятно все с тобой отто вот туда мы шли а не подскажете ли вы мне уважаемый где у вас тут экзотику продают корница а я куда пришел а я перепутал хорницу с рольницей а потом почему-то еще и на день дэннику перекинулся ну ладно ничего страшного давай поехали в корницу а сладку моего не забудьте пожалуйста он так он тоже до переоделся смотрите у него тут меховая накидочка все хорошо шапка с подворотом важный какой извозчик отважный блин сверху на компасе тут уже видно куча всего нам вот туда ой а нам не только туда тут же тоже можно поскупать всяких базовых ресурсов вы прямо здесь при них сделать что-нибудь эрвина здорово а не показать были тебе мне не покажешь ли ты мне свои товары золотое кольцо на роскошное кольцо для искушенных ценителей красоты подарите даме при ухаживании капторга для человека с поэтической душой стеклянная бутылка для предпочитающих красоту и пользу бусины для тех кто ценит простоту лейта для веселых вечеринок короче долибора у нас романтик поэтому я беру капторгу а в обмен продаю факела почему бы и собственно и нет что еще могу продать тебе откуда у меня 70 единиц мяса я кого-то по пути зарубил что ли откуда у меня 70 мяса в инвентаре не помню я еще и стопроцентная ладно эрвина до свидания мне нужен я хочу найти тут кузнеца ян здорово у тебя из базовых ресурсов есть что-нибудь а у тебя слитки слушай нет спасибо спасибо тебе большое до свидания единственное что ты можешь у меня забрать три деревянных копья сейчас сделаю тебе продам каждое копье по 16 и того неплохо до свидания ян и кто тут еще есть у нас на мир показывать свои товары а у тебя тут уже уже хорошо у тебя есть глина мы всю ее можем забрать сразу не раздумывая есть камень камни вообще дешевая известняк известняк уже дорогой известняк уже извините дам будьте здрасте неужели у вас нет человека который продает бублик подсюды который продает ресурсы с дерева дроворуб дроворуба у вас нет что ли бублик забирай всю глину и стебель и на тоже забирай так кто у вас тут что чем торгует вообще тут же ушли можно и лен скупить блин хоть убейте не помню где он я 70 единиц мяса взял с собой как они мне за карман зацепились короче сейчас поедем в броницу я тут еще немножко стебля льна прикупил он местный шве сейчас моего бублику вот так вот раз и камушек кстати тоже бублику скинем ой у него перевес большой ну возьми тогда камушки и себе стебель льна возьму ладно глину тоже себе возьму молодой человек здравствуйте мне нужно в броницу или в бараницу блин в броницу мне нужно отвезите меня в броницу броница броница где моя красавица на вот и она до либора здорово а у вас тут то есть ой бублик иди сюда тут есть дровосек он по-любому ветки продает и любомира слушай любомира продай мне вестибель на что у тебя есть так мало у тебя есть всего 20 штучек эх ну ладно до свидания богдан здравствуй у тебя есть ветки всего 30 штук да ты серьезно ну давай у тебя и доски есть давай все бревна ту же уже говорю тоже теперь делаем так смастерить я могу сделать кажется ножей мог сделать до этого бублик публик заходи не стесняйся давай 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 ну что ты в дверях стал мой хороший давай давай заходи лишь дверь же тебе мешается я вижу ну но я понял тебя ладно скидываем все бревна забираем у бублика камни ох как мы медленно ходим-то теперь смастерить сколько ножей могу 6 штук всего могу ножей сделать мне ножи самое выгодное давай ножи стой мужик подожди бублик не выпускает ни при каких условиях не выпускай я ему еще не все продал богдан показывай товары забирай 6 ножей по 32 и еще знаешь что забирай забираю у меня 39 копий 39 копий по 16 у меня тоже забирай 4 600 считайте извозчика отбили просто просто на раз-два и и и и и и у меня еще 37 камней осталось а чё-нибудь могу ой да не буду пока что так подождите а как бы мне теперь выйти то слушай бублик что-то ты как-то до либора здорово этого пообщаюсь с тобой через окошко почему бы и нет скриншот сделаю хорошо получилось слушай до либора я пти соскучился симпатии у тебя ко мне 87 процентов натура романтик лет 24 в принципе все идет офигительно у меня для тебя кое-что есть и это капторга чтобы это не значило вручить подарок плюс 15 симпатия 100 мне нравится настолько что я даже потеряла ряда речи большое спасибо это наша первая жена слышала были бы ты что-нибудь интересное нет а там не туда как дела красотка я никогда раньше так не любил и это меня пугает но лучше я буду всю жизнь бояться чем сделаю еще один вдох без тебя как без моей жены бум я тоже вас люблю как здорово наконец-то сказать это вслух я очень хочу стать вашей женой ну конечно вы сделали меня самым счастливым и рефта вы сделали меня самым счастливым человеком на свете у хорош наследник обеспечивает выживание вашей династии решив с женой расширить семью она родит сына почему не дочь мать ухаживает за малышом в течение первых двух лет его жизни что делает ее нетрудоспособной в этот период когда вашему сыну исполнится 18 лет он будет готов взять на себя руководство как глава династии вот это хорош ну бублик то ну чего ты ну выпусти что ли как-то меня вот так хорош на сдаем назад да либора ты куда пошла тут давай их на бублик тебя посажу проедемся прокатимся не хочешь нет а я могу сейчас прям с тобой поговорить спросить у тебя что-нибудь у у нее специальный значок появился разве ты не хочешь пить любовь моя вот сделай глоток она отдала нам сливовый сок хорош разве ты не хочешь пить да конечно давай позволь мне узнать у меня да а все у меня от радости мысли все сбивается слова вперед мысли назад куда-то что-то позвольте мне рассмотреть вас поближе что это значит это значит что мы навыки у нее тут можем посмотреть распределить ее куда надо ну в доме то она с нами же будет жить правильно рабочее место пустая ячейка слушай ты не хочешь пока воду носить им пока временно в общем пускай воду носят погоди 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 у меня есть к тебе просьба как поживает наше маленькое королевство ну-ка романтика думаю мы готовы завести ребенка нет этому еще не готовы а ей все равно нужно продолжать что-то дарить я так думаю чтобы поддерживать у нее настроение симпатию чтобы она нафиг от на от нас не не ушла куда-нибудь что у вас на уме это что такое я бы хотела танцевать голый при лунном свете но эти проклятые комары до зимние комары в династии конечно это да да ли бора тут куда ни посмотри кругом к марио ух где могу найти у нее понятно тоже можно спросить как поживает наше маленькое королевство в деревне не хватает ремесленных материалов это каких интересно ремесленных материалов вам не хватает если вы ничего не производите вниз к тебе просьба можешь отнести деньги смотрителю в уплату наших податей хорошо практично нам нужно погасить долги можешь отнести эти деньги смотрителю то же самое сообщите вестнику что мы выполнили просьбу короля собственно неважно то есть механику сброса навыков через жену убрали теперь через зелья ладно береги себя бублик погнали нам нужно еще много чего сделать и покушать кстати и как же не попить сливовый сок он 150 стоит так пока до ли бора не видит так извините я вас тут потревожу людомира никому не говори но вот тебе сливовый сок за 120 до свидания поехал я потихонечку в сторону дома буду сопровождать свою супругу до дома чтобы не потерялась чтобы никто не украл у меня есть лук факел и бублик где бублик вот бублик хорош пошли мы в общем-то домой на вам большое спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки оставляйте фидбэк в комментариях рад познавать эту игру с вами всем вкусного чая и добра